Продолжение следует... Страна у нас огромная, страна у нас многонациональная, и каждый хочет чему-то научить. И вот чтобы нам тоже можно было чему-то научить, милостью Божьей в нашей епархии образовалась такая школа. Я не знаю, поднимите, пожалуйста, руки тех, кто уже были на школе. Ну, естественно. Вот, я хотел бы сказать о том, что вот те люди, которые были в форме и сейчас, те люди очень активно работают в сфере молодежного служения. И я хотел бы отметить, что работают не без успеха, работают, как один сегодня человек сказал, что нам клуб создать. Вот так. Это очень круто, это очень классно, конечно. Но сегодня наше мероприятие отличается от предыдущего мероприятия тем, что мы должны учиться это делать. Буквально неделю назад мы участвовали в мероприятии, но теперь нам нужно научиться делать подобные мероприятия, научиться делать акции, научиться правильно поставить молодежную работу на православных приходах нашей епархии. И не только. Это очень сложно, скажу честно. Это очень сложно. Бывают очень много проблем, бывает очень много, знаете, как горная река, да, подводных камней, очень острых, очень болезненных. И в первую очередь, конечно же, я вам желаю на этом обучении понять суть всего, к чему мы стремимся с вами. То есть к чему мы идем, для чего мы это все делаем. Если мы это поймем, мы поймем и всю структуру. И то учение, которое нам здесь преподадут, да, и преподают девочки наши, и наш очень такой реальный актив, когда, знаете, я посмотрел однажды передачу. Будучи, я знаю все, значит, будучи еще молодым человеком, я был православным человеком, всегда ходил в храм, причащался, исповедовался, панамарин, звонил, читал, все, все, что угодно делал, даже вот с утра и до вечера был в храме. Я однажды посмотрел такую передачу, как молодые люди что-то вместе делали, шли по городу, ну, можно так, импровизированный крестный ход. Я посмотрел, а это были девяностые годы, когда как раз пострадали за веру в обленные пустыни старцы, я посмотрел и думаю, да у нас такого никогда не будет. У нас просто такого не может быть, чтобы вот так молодые люди открыто шли, а это была какая-то община. Потом она, конечно, как-то затерялась или, может быть, размножилась и распространилась, но она была, она жила. И вот эта община, она меня, конечно, повергла в шок в то время и сказала, такого не бывает и не будет. Оказывается, это есть. Сейчас это есть и развивается. и, не люблю это слово, но это пропаганда того образа жизни, который был еще много-много столетий назад. и, ну, что я? Я, вот как, знаете, какая-то кукла, поставь ее, как, вот, это главный человек. Какой главный человек? Никакой не главный человек. Ну, назначенный владык как руководителем молодежного отдела. Все. И что? Ну, сидел бы я, как девушка в этом балоке. И все. Самое главное для нас это помощники, соратники, соработники, те друзья, которые бы были рядом, они должны быть. Без них у нас ничего не будет. И вот те друзья, те близкие люди, они должны идти рядом. Если этого не будет, один будешь биться, биться, да, будут какие-то продвижения, но того результата, который бы мы хотели иметь, не будет. Здесь сидят священники, и они понимают, о чем я говорю. Вот. Они понимают и знают, что нужны помощники. Близкие. Близкие. И вот с вами вот эти дни проведут замечательные мои помощники, близкие мне люди, соратники. Это Ольга Четверина, Анастасия Теревская, Денис Кравеев, Соборя Денис, Саша Ельсейева, и Ижи Сниг. А мы не говорим. А вы сейчас учились, не говорим. Да, обиделся. Обиделся. Как ты не говоришь? У-у-у-у-у. Нет, тут сидят еще наши участники, кто, ребята, с пилиплимом, которые недавно вступили в нашу ИФИ, активно вступили, участвовали уже, можно сказать, в мероприятиях, организаторами, и показали себя с лучшей стороны. это вот наш Илья. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наташа, Лида, АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, пока она еще. Катя! 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 Давайте мы научимся это делать. Давайте это делать. Давайте практиковать. И с мирностью Божьей у нас все получится. Обязательно. Помоги нам, Господь. Теперь мы делаем раздельно на три команды. Прошу сейчас сказать, кого я назову. Багарч Камильян, Трехова Тария, Эдолого Града, Ирия Корпула Алла, Кузитила Вероника, Константинова Ирина, Берегония Исалета. Вы моя команда номер один. Вот. Запомните, это вы команда номер один. Итак, это моя команда 2 номер 2. Да, это моя команда. Сорокина Натария, Тим Симхай Александр, Ургатария, Куроксин, Куроксин, Куроксин Александр, Сметанин Виталий, Третья Берегова Ирина, у нас сегодня Третья Берегова, и, так, команда номер три, команда Днис Кобейков. Цветатка Ексерина, Девчонка Владимир, «Встаем, встаем, встаем», «Встаем, встаем», «Встаем, встаем», «Назадков Геннадий», Ирия Артимий Комаров, Бастрева Ксения, Горкушкина Ольга, во-первых, Горкуша Оля, во-вторых, я за нее, но я не Оля. А, хорошо. Вы должны были об этом сказать, когда приехали. Да? Да. Все. Николаевна Татьяна, Прокудина Светлана, и Кирпичова Кристина. Ну, я не знаю, тысячу раз я это читала, я сейчас прям в рации скажу, для тех, кто не знает вообще об этом, тех, кто молит, тех, кто может быть забыл. Так, каким будем писать? Синя. Синенький. Синенький. Прекрасно. Итак, что такое команда? И вообще, как команда может появиться? Чтобы появилась команда, я могу, я могу, водитель, в особенности, записывайте это все, потому что вам тоже пригодится. Но, треть, хорошо, замечательно все, но в команде есть предмещение от трех. И то, как вы думаете, с калькой командой может быть? До триднадцати, правильно. Если в вашей команде больше 16 человек, то в проявлении на собственном опыте у вас начнется сумбур, у вас начнется некий, губокорки и все прочее. Есть такая вещь, как статри формирования команды, чтобы вы понимали, что у вас происходит. Статри формирования. Курбирование, я, 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 правильно, что не знаю, неправильно, могу видеть наши пиццы, и начинание с ними знакомиться. Вот сейчас, родите себе соседа с права, с левым, разделиться на пары. Вы должны двух парам оказаться. Это на что-то желаемые знакомые вам люди. Ну, если знакомые, это хорошо. Знакомые, да? Прекрасно. Знакомые, знакомые, вы должны двух парам разбиться. Сейчас у вас есть ровная минута, что вам познакомиться. Вы в течение минуты должны рассказать друг другу о себе кое-что. Ну, что рассказать, а потом другое. Поехали. Рассказываем. Если у кого-то нет пары, по тройкам разбиваемся. По тройкам. По тройкам разбиваемся. По тройкам разбиваемся. Рассказываем друг о друге. Знакомимся. У кого нет пары, находимся по тройкам. Знакомимся. Это помирает пары. Они не стесняются. Рассказывают к вашим знакомствам дальше. Мы узнаем, а то нет. Ничего. Спасибо. Так, увидите, кто хочет что-то друг от друга и сделал рассказать друг другу. А, молодцы. Дочно так же, берем, находимся ли нет такого человека. Говорит, меня зовут так-то, так-то, познакомимся с ним. Заметьте иди, кто сидит, кто у нас не сфермирует. Все это правильно, сами уже попробовали. Значит, что касается тотального лидерства, это когда человек приходит и говорит, я сказал так, и вы должны сделать вот так. И не дает команде никому ничего решать. Вообще никому ничего. Даже если у ребят классные идеи и все такое. Человек говорит, нет, и все. То есть я считаю, что я правильно сделаю. Что бывает в этом случае? Если вдруг команда выигрывает в чем-либо, да, проводит там, например, классное мероприятие, да, то лидер, естественно, на высоте. То есть он показал свой уровень. Но если вдруг команда, где-то что-то не так, оп, и не получилось. Естественно, что будет с лидером? В глазах команды он, правильно, он падает. Вот. И ему нужно опять дорабатывать свой авторитет. Есть не тотальное лидерство. Тогда есть лидер, это человек, который дает свободу действия, свободу слова, но он контролен. То есть кто-то предлагает идею, этот лидер дополняет другой, третий, четвертый, пятый, и в итоге это завершается. Этот человек, который лидер, он контролирует всю эту ситуацию, но при этом, при этом дает как бы свободу действия, и что-то делать. Какое ли вы мероприятие, вообще создать клуб или что-то еще, вы должны понять, какое лидерство вам будет ближе. И какое лидерство именно будет распространяться на вашей команде, не перед детей. Это самое главное. Потому что мы пробовали разные аспекты, сейчас мы пришли к тому, что у нас есть свободное лидерство. То есть все, у вас идет отдача, вы делаете мероприятие, вы делаете его хорошо или плохо, не важно как, но вы уже стали командой на четвертой стадии. Ну и последняя стадия, это называется она пятая, это распуск. Но это уже касается, как бы, в последние стадия, все делают, а маленькие, как бы, в деревнях, в поселках, тягушка постоянно. Кто-то отучился в школе и ушел дальше в университет, и опять был уже этих школьников, которые там восьмые, седьмые классы, они приходят и начинает все заново. Вот так у нас формируется команда, распределяет, передавает, да. То есть вы, руководитель должен уметь распределить полномочия между командой. Никогда в жизни не пытайтесь завалить все на себя. Никогда. У вас все равно не получится. Какие бы вы способные не были, какие бы вы удачи, какие бы вы классные, там, все такое, нет, у вас это не получится. Один человек, который в жизни может все потянуть, поверьте мне. У него не хватит ни времени, ни сил, надо ли поздно будет национальное выгорание, и творческое выгорание. Это самое страшное, что может быть в нашей работе. Нужно распределять правильные обязанности. То есть вы, когда у вас идет стадия становления, вы должны найти людей, которые, допустим, у вас, ама, эти творчеством занимаются, эти спортом занимаются, эти вот неплохо разговаривают, да, не могут там на улицу, выйти и семерскую акцию провести. И вы уже в этом случае смотрите. Этому я дам вот этому, это я дам вот этому задание, а это я этому. Но при этом прокординирую. Начинаем с производства мы делаем мероприятие. Мы не делаем проект мероприятия. Скажите, кто когда пишет или готовит какое-либо мероприятие, поднимите руку, составляет его проект. Ну, скажем так, ему влагу полностью, он не до. Начинаю, как это называется, заканчивая тем, кто команда этого мероприятия. Поднимите руку, кто это делает. Скажите, пожалуйста, когда вы проводите мероприятие, что у вас является основополагающим на вашей площадке? Ну вот, да, допустим, любое мероприятие идет у вас в каком-то там, ну не знаю, на центре города, на площади у вас идет мероприятие. Что у вас является основополагающим, чтобы люди к вам подошли и посмотрели, что вы там делаете? Что? Какая фишка? Маслость. Маслость. Еще. Это, во-первых, маслость веселое, непринужденное, но веселое, зановое. Аминь. Еще. Сейчас вас туда покажу. Мне в среду удобно. Говорим, хорошо, приходите в воскресенье. Ну вы знаете, после службы так давно хочется. Вот такой службы здесь хочется. И мы просто стали думать, думаем, ну как же нам вообще привлечь молодежь. Потом все престольные и большие праздники мы стали организовывать в ДК «Газаре», то есть это один крупный центр, ну как крупный, более-менее так, в котором выступали взрослые, дети. Мы пытались этим найти точку соприкосновения, чтобы произошел момент сплочения. Это как бы произошло. То есть на мероприятие чисто в качестве зрителей к нам приходит сейчас... Там, я не знаю, человек, никому не интересно, а там, я не знаю, 70 человек уже. Тут все-таки это будет чувствовать. Просто приглашайте, особенно коллеги. Вот по видео, по фото, мы эти три дня находились не в лагере в детском Ленинеце, а в концлагере. Здесь мы увидели досуг осужденных. Вот. Нет, если честно, то вот прям здорово все. Но видите, сколько ошибок, очень много всего. Еще век живи, век учись. И также век живи, век работай над собой и все усовершенствуйся и усовершенствуйся. Вот. Но я думаю, что те знания, которые вы получили, будучи здесь, уже была как бы внедрена практика. Я думаю, что это хорошо не только когда лекция есть, а не начитка, да? А вот когда вот в таком ключе идет обучение, то есть лекция, начитка, потом идет у нас практика, воплощение это в жизнь. Но я, например, хотел бы отметить вот вчерашнее мероприятие, больше всего, которое меня, так сказать, поразило вообще, это крестный ход. Вот. И не знаю, если можно задуматься о том, что этот крестный ход у нас прошел не просто как постановочный был, а он был настоящий. Отец Александр был в облачении, мы отслужили молебен. Этот крестный ход, он у нас состоялся, он был не просто как постановка, еще раз повторюсь, а вот настоящий крестный ход. И, конечно же, я думаю, если бы детишки вот так вот увидели много счастливых лиц на улице, вот таких вот жизнерадостных, я думаю, что это, конечно, подняло настроение тем, которые больные сейчас находятся вот в таких местах поздоровительных. Вот. И каждая команда, конечно, показала себя как нужно работать именно в команде, как какое-то такое сообщество. И я думаю, что для многих это пошло на пользу. Знакомство именно с другими людьми, другого характера. Но вы сплотились, вы стали командами за это время, короткое время, вы стали командами, вы приобрели новых друзей. И вот в окончании сегодняшнего мероприятия хотелось бы вручить вам каждому сертификат участника за только единственную у меня просьбу. Мы не заполняли, сейчас я раздам их. Каждый, вот там в уголочке у нас, я знаю, а там в уголочке у нас маркеры лежат, каждый подпишет себе. Хорошо? Вот. Давайте, наверное, я вот так вот пройду всем раздам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы должны сделать такой небольшой исторический экскурс к тому, что вообще произошло. Может, кому-то из вас покажут эти события, известность, скажут, что все то же самое, но, может быть, я хочу выразить, восстановиться на некоторых чертах, характерных как раз для того гонения, потому что память новомучников и исповедников российских – это результат гонения. Это результат вообще всех процессов, происходивших в нашей стране, в нашем обществе. И когда часто у нас сейчас издаются книги, и, понятно, некоторые из этих книг бывают такие вот специальные, что называется. Ну, например, если вы возьмете, допустим, «Жития святых», то вы, как правило, там не встретите описание эпохи, описание того, что происходило в это время в государстве, там, допустим, в Бизантии. Вот сказано, вот, какой-то человек жил благочестиво, потом какой-то император воздвиг гонения, и он вместе со всеми пострадавцами дальше уже описывает. Можно понять, где это, особенно последняя точка. Я что-то сказала, последняя точка, вы увидите, куда прийти. Я просто специально оставила, я не стояла там, я просто поставила туда шоколадку. Все, вы давно захотела найти предмет. Предмет, значит, по три шоколадка одна. Одна шоколадка победителю. Кто-то победил, кто-то забрал шоколадку. Могли бы быть первыми. За 15 минут можно реально сделать нормальное мероприятие в своем клубе. Меньше, чем у Гебеля. Просто это очень круто, очень интересно. Это просто, знаете, как практика. Не размещаем записи из МДК и ПД. МДК не надо. У нас не леньше не деприрует. Вот нигде. У меня, например, нигде ничего не деприрует. Если я начинаю бить себя по ноздре, с одной и с другой, одна, другая, одна, другая, делаю этот звук, у меня постепенно плавный звук переходит вот сюда, ледрировать начинает вот здесь. Надо прям тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь и сосредотачиваем. В любом случае мы должны сосредоточить, мы должны почувствовать. И сразу после этого вы даете любую фразу в себя упустите свои волосы, поймете куда выше, это надо тренировать Ребята, я вам сразу скажу, что надо тренировать Пока ты летел в сессии из пола, хорошо Ну, я даже без комментариев по ангелам спасения Когда сегодня рассказывали эту идею, меня пробило на слезу И когда сегодня был настоящий крестный ход Это было очень круто, здорово И я думаю, если бы в реалии вот такое случилось Пришли к детишкам, вот так вот люди стояли под подходами, махали ручками, улыбались Я не знаю, сколько бы сейчас это было с этим Матери клиент Султем Султем Убийские Чис崩